Алтайский край Весь край разделен на 7 зон В каждой лишь одна организация по обращению с твердокоммунальными отходами Региональный оператор Остальных с рынка выбросили Еще раз, собирает, вывозит и утилизирует только рекоператор И только его впускают на полигон Их в зоне единицы, если не один Но рекоператор сейчас есть в городах и райцентрах Нанятые машины с мусором из деревень у полигона разворачивают Разгружают их, конечно, за первым деревом Или более хитрая схема Вот сейчас они выгрузятся и поедут дальше мусор по селу собирать Вот наша свалка замечательная, временная Вот наши дома стоят Временные это свалки, на которые всегда и везли Этот полигон в райцентре Косихи тоже временный И вопреки новой эре обращения с отходами Выглядит он не лучше прежних лет А порядок погряз в бюрократии Чтобы почистить свалку, нужно написать рекоператору Тот переадресует это муниципалитету Ведь это не центральный полигон зоны А в муниципалитете денег нет Временные свалки, вероятно, образовались из-за больших расстояний Вы же коммунальными отходами занимаетесь сегодня Посмотрите, приехайте, наведите порядок Мы готовы поставить сами технику Временные свалки, вероятно, образовались из-за больших расстояний До разрешенного полигона довезти мусор просто нереально Возьмем Заринск и его центральный полигон Залез его уже в реформе Но это относительно близко по сравнению с Тугулом И это райцентры Хотя в Заринский тягун попасть не легче А ведь эту территориальную схему просчитывали месяцами Проблема мусорных зон не только в километраже Объясним это на примере краевой столицы Барнаул – частный сектор Аккуратный и не очень упакованный мусор с самого утра ждет свою мусоровозку В частном секторе бестарная система сбора мусора Пакеты выстраиваются вдоль дороги И тут главное, чтобы их успели забрать, прежде чем их растащат собаки На момент съемки 11 часов дня Может стоять и после обеда заверять в местном ТОС А это как-то будет решаться? То есть будет заключен какой-то договор с прописью конкретных часов? Ну, он бы как бы и определен Но не соблюдается Рекуператор всячески отрицал и отрицает наличие проблем Но самая очевидная причина срыва графика – недостаток мощности А именно машин И совпадение лишь, что как раз в тот момент Рекуператор искал подрядчика для двух районов города В Заринске, где город захлебывался мусором в майские праздники Понятие графика вообще стерто Сегодня во сколько появилась первая машина? Здесь 10.55 вот Ага, а вчера, например? 10.50 Вот То есть в среднем в 11, да? В среднем в 11 Ну, это вот до кипиша до этого До кипиша 9 мая мы смотрим, две машины работали И первая машина в час дня приема Бывает такое, что работают две машины на весь город Это подтверждает накопительные ведомости, где расписываются водители Всего, насколько я знаю, наверное, 4 У прошлой мусоровозящей компании машин было вдвое больше Несмотря на явные проблемы, за 5 месяцев рекуператор зоны хило, но тянет сам Видимо, такой мусорный коллапс еще не повод искать подрядчика Другой вопрос Откуда брать деньги на подрядчика или новые машины? Некоторые жители сел не платят мусорный тариф из принципа Все равно такой услуги для них нет Другие не платят из-за ее некачественного оказания В итоге за первый квартал года долг населения рекуператору только Барнаульской зоны 70 миллионов И не был бы он таким большим, если бы брали тариф с городов и эроцентров, где реформа так или иначе проходит Но в таком случае и рассчитывать его стоило по-другому Вычесть десятки километров и сотни семей цена могла бы быть ниже А сейчас жители немецкого района с того самого видео платят ни за что 110 рублей с человека Дороже всех в крае Кстати, что входит в тариф, неизвестно Но в его начислениях уже сотни ошибок Пострадали люди, которые уже пожилого возраста Пенсионеры Им приходится с частного сектора нанимать такси, ехать Доказывать региональному оператору, что он живет один Потому что наше обращение, дайте нам данные, не дал никто По итогу пяти месяцев в лидерах утопающих в мусоре Заринск Город с чистой до января репутацией тухнет и заселяется семействами крыс Баки переполнены и постоянство этой картины ужасает Ситуация хотя бы внешне могла быть более приличной, будь мусор в контейнерах По постановлению правительства, покупать их должен рекоператор Изначально был такой вариант о том, что это будет делать рекоператор Но дело в том, что в цене обслуживания не заложено Ни контейнерные площадки, ни сами контейнеры, ни нераздельный сбор Зона ответственности рекоператора сегодня с момента погрузки В транспортное средство, в мусоровоз До момента поднятия кузова на площадке размещения В тариф не заложено, говорит и барнаульский рекоператор В краевой столице предыдущие мусоровозящие компании уходили с рынка, захватив свои баки И когда рекоператор восстановит их количество, неизвестно Но с другой стороны, за несколько месяцев он и не обращался в управление цены тарифов Для пересмотра стоимости услуги Еще один вариант решения проблемы – создать муниципалитетам схемы с дополнительными площадками и количеством баков И это относится к любому населенному пункту Власти Заринска такой документ не предоставили Людям некуда воткнуть свой пакет Или они от большого ума пополняют общую кучу контейнера А это приговор мусору лежать вечно Коммунальщики с земли не поднимают Рекоператор выгрузил, уехал, а мусор вне портала остался А бывало такое, что вываливался мусор? Конечно, бывает Но вы сами поднимаете, да? Конечно Мы убираем все А то некоторые жалуются, что вот приезжают, роняют и уезжают А бывает, что у них самих туда вот посыпано То мы их разбираем И это лишь топ-5 самых крупных причин А теперь вспомним смысл мусорной реформы Чтобы отходов стало меньше К 2025 году на Алтае ставят планку в 35% переработки мусора За хранение 45% планируют сократить до 10% Для этого в регионе хотят построить 20 мусоросортировочных комплексов И 5 предприятий по утилизации Стоимость 12 миллиардов рублей Ни бизнес, ни бюджет складываться не стремятся В теории деньги должны быть у рекоператора Раньше 72 копейки с квадратного метра Берем в среднюю квартиру 60 квадратов То есть получается 50 рублей с квартиры А сейчас при среднестатистической семье в 3 человека Умножаем на 42 рубля, получается 126 рублей То есть 50 и 126 рублей Вот вам разница в тарифе Но у рекоператора мы пока диагностируем Шатко финансовое положение И вот ирония Если прежде в некоторых территориях был раздельный сбор мусора Как раз для будущей переработки Которую проводила та или иная мусоровозящая компания То сейчас система сломана Все в общую кучу и на полигон В Барнауле городская свалка уже исчерпала свой ресурс В Заринске на подходе Если мы повезем на наш полигон Отходы со всей зоны Заринской Которая указана в схеме обращения твердых коммунальных отходов По Заринской зоне По нашим расчетам в течение года Полутора лет он будет переполнен, заполнен Мусорная реформа, заявленная как спасение Оборачивается катастрофой И это не значит, что идея плоха Но реализация реформы, к которой край готовился несколько лет Провалилась И сейчас в каждом муниципалитете Должны сообща вести работу над ошибками Но пока стороны лишь перекидывают друг другу мусор Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Андрей Печоркин, Александр Антропов Специально для телеканала Толк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова